В школе-студии Фернана Леже в Париже появилась новая студентка. Надежда Гробовская. Эта фамилия досталась ей от мужа, начинающего художника из Варшавы, который так и не бессмертил свою аристократическую фамилию в искусстве. Надежда впоследствии вернет себе девичью фамилию – Ходосевич. Фамилию, которую она вместе с именем получила при рождении в 1902 году в белорусской деревне Осетище, недалеко от губернского Витебска. В семье было восемь детей. Все они с малолетства должны были работать. Денег еле хватало на скромный стол. Родители считали основной обязанностью Наде помогать по хозяйству. Поэтому ее увлечение рисунком вызывало лишь злые насмешки, а иногда и побои. Богом проклятое захолустье, а я рисую. С детства потянула. Подросла и поняла, что надо этому учиться. А где? Хочу быть художницей, упрямо до слез. А никто этого понять не мог. Ее отец Петр, успев немало помыкаться по свету, служил сидельцем, то есть продавцом в казенной лавке. В 1915 году он лишился этого скромного, но все же постоянного заработка. С началом Первой мировой войны вся семья эвакуировалась вглубь России и нашла приют в городке Белеве. Лишь в начале 1920-х годов семья вернется в Беларусь и поселится в деревне Зембин, откуда была родом мать Надежды. В Белеве Надя стала заниматься в студии, организованной художником Катуркиным. Все восхищались французской живописью, а Париж представлялся чем-то недосягаемым, нереальным. Но Надя была не из робкого десятка. Париж, так Париж. Лента в каштановой косе, ветхие башмаки через плечо, кусок хлеба в узелке, иду в Париж. Добралась до ближайшей станции, удачно нырнула в поезд, а там надеялась, что в другой пересяду. Конечно же, на ближайшей станции ее высадили, но желание попасть в Париж еще более усилилось. Я помнил одну фразу, которую она мне говорила постоянно. Алеша, если тебя не пускают двери, лезь в окно. Если не пускают в окно, лезь через крышу. То есть все равно лезь. Если ты хочешь добиться результата, надо все время действовать. Надо все время идти к своей цели, если у тебя есть цель. Она, в общем, в принципе, была таким достаточно жизнерадостным и оптимистично настроенным человеком. Но вот как всякий темпераментный человек, конечно, если она чем-то была несогласна, то она бурно выражала свое несогласие. Согласна, напротив, столь же бурно свое согласие. Надежда Ходосевич в 1919 году стала студенткой высших государственных художественных мастерских в Смоленске. Подобных студий и мастерских в России, где революционный дух витал во всем и прежде всего в искусстве, появилось много. Эти же остались в истории искусства благодаря Казимиру Малевичу, который, уже успев своими идеями супрематизма внести раскол в художественную среду Витебска, начал проповедовать их и в Смоленске. Мне-то как раз небесный свод был ближе, чем свод теоретических и философских построений Малевича. Наслушавшись его бесед, я часто ходила по улицам, не видя дороги, задрав голову и устремив глаза кверху, словно можно было воочию узреть в далеком сказочном пространстве мчащиеся конусы и прямоугольники будущего. Дух новаторства вначале нравился Наде, но когда Малевич объявил, что живописи настал конец, а его черный квадрат означает, что на смену ей приходит простое оформительство, Надежда решается оставить курсы. В 1921 году Парижскому договору Беларусь была поделена между Польшей и Россией. Выходцы из Западной Беларуси могли вернуться домой. Надя воспользовалась данной ситуацией. Она понимала, только так она станет ближе к Парижу. В 1921 году Ходосевич вместе с семьей своих знакомых пересекает границу и оказывается в Варшаве. Там она нашла пристанище в сиротском приюте при костеле Святой Анны и устроилась помощницей шляпницы, обучившись у нее ремеслу, которая потом не раз спасала ее от голода. Вскоре она поступает в Варшавскую Академию Художеств. В Академии студенты получали хорошие навыки реалистической живописи, что важно для любого художника, но сама атмосфера была еще более консервативной, чем в смоленских мастерских. Студенты, уставшие от академизма, с интересом слушали рассказы о супрематизме. Среди них был и Станислав Гробовский, сын министра культуры. Их с надеждой беседы об искусстве продолжались и после учебы. Вскоре они поженились к великому неудовольствию родителей жениха, которые как могли противились этому браку. Решение молодых отправиться в Париж они, однако, восприняли спокойно, даже дали денег, которых на первое время оказалось вполне достаточно. Шел 1924 год. Еще в Смоленске Надя прочитала статью об известном французском авангардисте, художнике и скульпторе Фернане Леже, и с тех пор не расставалась с мыслью познакомиться с этим человеком. Молодые супруги написали письмо Мэтру с просьбой принять их в его художественную школу, не питая при этом никакой надежды. Но, к удивлению, ответ Леже был положительным. В 1925 году они были приняты, а четыре месяца спустя уже показали свои работы на выставке учеников школы. «Не стремитесь подражать мне, берите от меня, что вам надо, и идите дальше. Вы должны сами почувствовать тот момент, когда будете готовы крикнуть «К черту леже!»» – твердил своим ученикам Мэтр. Иногда студенческие работы покупали примерно за 50-60 франков. Надиной работой заинтересовалась известный коллекционер княгиня Ноай. Надя, недолго думая, запросила кругленькую сумму. Княгиня попросила сбавить цену и купила картину. Внезапно свалившийся на Надежду успех неожиданно стал причиной трещины в семейных отношениях. Гробовский не мог простить признание ее таланта, считая свои способности недооцененными. Затем он вовсе оставил ее, а у Надежды в 1927 году родилась дочь Ванда. И чтобы как-то выжить, она работала служанкой в том же пансионе, где жила. Но дух авантюризма, который никогда не покидал ее, подтолкнул на, казалось бы, сумасбродный поступок. На деньги, принятые от свекра на двухлетие дочери, она решила издавать на французском и польском языках журнал «Современное искусство». Надя попросила Фернана Леже сделать обложку для первого номера. В журнале были представлены рисунки и картины современных художников, уже хорошо известных – Пикассо, Брака, Леже, Ле Корбюзье. Ходосевич со многими сдружилась. Однако выручки с продаж хватало только на бумагу, на типографию и на оплату труда секретаря. Вышло два номера, и деньги закончились. Стремление стать большой художницей помогает ей преодолеть эту нелегкую полосу в жизни. И вот, наконец, удача. Сам мастер. Фернан Леже счел ее настолько талантливой, что предложил ей должность в академии и предлагающуюся к ней квартиру. Параллельно пришла любовь, пока не к Леже, к другому. Надежда влюбилась в почтового чиновника Жоржа Бокье, который в свободное от работы время рисовал. Они начали жить в гражданском браке. Началась Вторая мировая война. 14 июня 1940 года войска вермахта вступают в Париж. Жорж Бокье попал в плен. Фернан Леже зачислен в черный список как антифашист и решил уехать Соединенные Штаты Америки. Воспользовавшись паникой, которая поднялась в связи с оккупацией, Надежда с дочкой Вандой и приемной дочерью Фридой покинули Париж и вместе с беженцами направились на юг. После скитаний, которые длились более двух месяцев, Надя с детьми попала в городок Туар. Там она стала сотрудничать с местными партизанами. Однако спустя некоторое время она снова была вынуждена бежать в этот раз в Париж. Там она включилась в деятельность парижского подполья. По ночам расклеивала антифашистские листовки. По окончании войны Надя работает в Союзе помощи бывшим военнопленным при Союзе советских патриотов. Там сотрудничает с генералом Драгуном, прибывшим из Москвы. Для сбора средств на лечение бывших военнопленных и узников концлагерей была организована выставка художников, участников сопротивления. Надя также обратилась за помощью к Пикассо Браку-Матиссу. Всего было собрано более 150 картин, а аукцион принес более трех миллионов франков. С фронта вернулся Жорж Бакье. Они снова стали жить вместе. Надя продолжила преподавать в академии и параллельно заниматься живописью. Ее работы пользовались популярностью и выставлялись в различных домах искусств и престижных галереях. С ней советовался сам Пикассо, высоко ценивший ее творчество. Управленческие способности Нади на месте главного помощника в художественной мастерской-леже были очень ценны для него, когда в 1945 году художник возвращается из Нью-Йорка и вслед за Пикассо вступает во французскую коммунистическую партию. Теперь он называет себя коммунистическим модернистом, изменив свой образ поднормандского крестьянина в матерчатой фуражке с сигаретным окурком времен послевоенного Парижа. Тем не менее, до своей студии из дома в Жив-Сюр-Иветт его доставляет шофер. Тем временем у Фернана Леже умирает жена, и 70-летний художник все чаще ищет встреч с надеждой. Их долгое сотрудничество и дружба, общие интересы и любовь к живописи привели к тому, что она стала женой человека, которому шла всю свою жизнь. 21 февраля 1952 года Фернан и Надя, несмотря на солидную разницу в возрасте, официально зарегистрировали брак. Конечно, Надежда осознавала, что выходит замуж не просто за человека. «Я выхожу замуж за труд», говорила она. «Как истинная женщина Надя приложит много усилий, чтобы сделать этот брак счастливым. Леже однажды признается. Раньше для меня существовало только искусство. Женщины были лишь для отдыха. И вот дожил до 70 лет, чтобы впервые полюбить». В ноябре 1953 года около сотни картин и рисунков выставляются в галерее Берхайн-младшей Нью-Йорке. В коллекции Нади имеются несколько аккуратных эскизов и мозаик с изображением Сталина. Эта выставка бесспорно стала апофеозом творческой деятельности Надежды Ходосевич-Леже. Ей исполнилось почти 50. Спустя три года совместной жизни, 17 августа 1955 года, Фернан Леже умер, оставив жене значительное наследство, в том числе все созданные им произведения искусства. После смерти Леже Надя стала не только наследницей его состояния, но и идеи. «Конечно, она очень много сделала для того, чтобы память ее великого мужа была увековечена. В частности, этот музей Биоти, замечательно построенный и великолепно работающий». Она вернулась к Бакье и вместе с ним в 1960 году открыла на юге Франции в городке Бьот музей Фернана Леже. В огромном здании были выставлены картины, мозаики, скульптуры и гобелены. На фасаде была впечатляющих размеров в 400 квадратных метров мозаика. Спустя 10 лет коллекция была подарена французскому государству, а музей получил статус национального. Живя во Франции, Ходосевич Леже никогда не забывал о своих корнях. В 1959 году она впервые после своего отъезда посетила Советский Союз, родную деревню Зембин, где умерли родители, так и не дождавшись ее. В Зембин с ней приехал и Жорж Бакье с сыновьями Мариса Тореза, Жаном и Полем. В последующие годы Надя еще не раз посещала Зембин, а однажды она приезжала туда с Константином Симоновым. Отношения Нади с Москвой и Санкт-Петербургом после смерти Леже начались с большой ретроспективы в 1963 году во время знаменитой оттепели. В период этой оттепели в 1956 году мы сделали выставку Пикассо, причем это были коллекции и самого мастера, и то, что было в России, находилось в наших российских музеях и частных коллекциях с помощью Ильи Оренбурга тогда это все сделали. Вот, потом вот была выставка Леже, так что пробило вот какую-то брешь относительно, потому что потом опять в скорости все закрылось, но вот эта выставка Пикассо и потом Леже, конечно, тоже. Работы Нади Леже и Жоржа Бакье, теперь уже ее законного супруга, представляются в компании их прежних учителей в Москве, в музее Пушкина, где со вступительной речью выступает лидер Коммунистической партии Франции Марис Торрес. Коммунизм для Леже, заявляет Торрес, это марш счастья. Она была член французской компартии в очень таких доверительных отношениях с Торресом, с руководителями компартии. Следует отметить и важность данной ретроспективы для русских художников, которые отчаянно желали новостей и информации Запада, которые гордятся найденными связями с ее супрематистским прошлым и его продолжением в учениях старшего поколения художников. Она говорила прямо иногда вещи, которые она понимала даже неприятно окружающим, вот, в частности, о состоянии нашего отечественного искусства и так далее и тому подобное. Ее отличала прямота такая высказывание. И она умела добиваться своего, в частности, мне памятные некоторые ее встречи в Академии художеств, когда она, ну, упрекала своих собратьев за такое одностороннее понимание искусства и отношение к авангардным явлениям в российском искусстве и так далее и тому подобное. Когда в 1961 году Гагарин полетел в космос, рисуя в космическом пространстве линии живой геометрии, Надя отыскала свои давние наброски. Через 40 лет после Малевича полет космонавта стал иллюстрацией направления живописи, которая, как думала Надя, живу только в глубинах ее памяти. Как будто гигантский проектор показывает на небе картины Малевича. Супрематизм жив, стереометрия не исчезла. Полет спутника доказал это всему миру. Надя с теплом и трепетом пересматривает свои работы, созданные в те далекие годы. Значительная часть ее супрематистских работ была создана по эскизам времени, когда она обучалась в Смоленске, увлеченная работами Малевича. Именно это и освободило ее от стилистической зависимости Фернана Леже. Любимым художником Леже был Энгар. У Нади было два любимых художника. Это ее учитель Малевич и Энгар. Значимым элементом, так важным для Малевича, было выделение названий, как, например, «Солнечная вспышка» или «Направление к солнцу». 28 работ Нади, супрематистские скульптуры и броши, выполненные из 18-каратного золота или позолоты, датированные 1970-м годом, появились на ее монографии, которую она издала в 1972 году. Супрематизм Нади Ходосевич Леже. Одевалась она в лучших магазинах Парижа. Жила она все время в Версале, то есть там была закреплена за ней комната в отеле Трианон Палас. Плюс у нее была мастерская на Нотр-Дан-де-Шау, плюс она жила в Жив-Сюревет, плюс был кальян на юге, где она жила со своим мужем уже после смерти Фернан Леже после 1955 года. Я спрашивала, Надежда Петровна, зачем у вас так много шубы? И уже невозможно, особенно имея в виду климат Франции. Она сказала, я должна показывать, что я состоятельная женщина, и в зависимости от этого и цена на картины моего супруга будет соответствующей, так сказать, повышаться. Но это, если хотите, она такая бизнес-вумен, как сейчас говорят, да, деловая женщина, и в данном случае проблема продажи произведений. Леже ее, конечно, волновало. Она на эти деньги создавала музеи, вообще, так сказать, делала, наверное, много полезного для искусства. Надя Леже намеренно стирала рамки времени. Она, без сомнения, обладала острым чувством юмора и сатиры. И пока велась тяжелая работа по продвижению тоталитарной идеологии в капиталистической, американизированной Франции, Надя Леже, русская эмигрантка, поддерживающая своего мужа, жила в двух параллельных мирах, проявляя всю силу своего характера, творческую активность и оставляя свое имя в истории. В общем, по большому счету, она говорила правду, но она была другом Советского Союза. На международной арене она всегда защищала нашу страну. И в этом плане я была отдана должной. Частые поездки и статус известной художницы способствовали ее дружбе со многими выдающимися людьми Советского Союза. Ее добрые отношения с Екатериной Фурцевой, министром культуры СССР, способствовали расширению контактов в области культуры и в некотором роде приоткрывали железный занавес. С Надеждой Петровной ее связывала дружба, так как она приехала во Францию в качестве делегации министра культуры. Ее познакомили, они нашли общий язык по-русски и все. И не расставались до конца ее дней. Она, к сожалению, не приехала на похороны, приехал ее муж. Жорж. Хоронили мы Екатерину Алексеевну на Гоглевском бульваре в театре имени Татьяны Дорониной. Это МХАТ-2. В связи с тем, что она закончила жизнь самоубийством. Никто не хотел это открывать. Брежнев разрешил похороны. И приехал Жорж. Ну, мы с женой были вдвоем. Вот в троле мы прощались с этим. При посещении Советского Союза Надя привозила с собой щедрые подарки. Работы Фернана Леже, собственные произведения и репродукции с картин известных художников. Более 70 мозаик. Например, в 1974 году подмосковному городу физиков Дубне достались 20 мозаичных панно с изображением выдающихся персон. Но, к великому сожалению, этот дар оказался для города обузой. После долгой волокиты портреты были размещены на городских аллеях под открытым небом, где постепенно начали разрушаться. По заказу Ходосевич в Лувре были изготовлены копии картин знаменитых художников. Она передала их в Советский Союз, в том числе и в родной Зембин. Она считала, что великое искусство должно быть доступно каждому. Многие годы художница занималась организацией выставок, меценатством и до самой смерти продолжала воплощать на полотнах и в мозаике свои яркие фантазии. «Сколько раз я слышала, но к чему это вам? Откажитесь от беспокойных затей! А я с детства люблю беспокойные затеи!» – говорила Надя Леже. «Когда моя сестра приехала в 1958 году на Каннский фестиваль, они познакомились с Надей Леже. И вообще те люди, которые приезжали на территорию Франции, она всем помогала. И Майе Плесецкой, и Фурцевой, и Антоновой, и Тане Самойловой. И все, кто посещали территорию Франции, она всем, не то что материально, она помогала и морально, она поддерживала. Таня болела, у нее там было воспаление легких. Моя сестра, она вызвала лучших специалистов. Ей делали уколы перед фестивалем, чтобы она только не сорвала вот эту премию, которую она должна получить. «Все это характеризует ее как очень такое, я бы сказала, крупного деятеля просто искусства и культуры в 20-м столетии, безусловно». Надя Ходосевич Леже умерла 7 ноября 1982 года. Свой последний покой она нашла на кладбище городка Кальян на юге Франции, рядом с могилой Кристиана Диора. Над гроби из черного мрамора украшает ее мозаичный автопортрет.